Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня вместе с вами давайте вспомним святого Василия Нового. Что это за святой? Ну, на самом деле, мало может быть он так вот известен, но на самом деле известен. Известен он в связи с блаженной Феодорой, которая проходила мытарство, да, и вот откровение об этих мытарствах было дано вот по молитвам святого Василия Нового ученику его Григорию. И вот так вот, так поскольку все мы, ну не все, но очень многие люди так вот любят интересоваться какой-то смертной тематикой, да, вот что душу человека ждет за гробом, что там она встретит. И поэтому всякая такая информация, она привлекает огромное внимание. И мытарство блаженной Феодоры, это было одна из самых распространенных книг в России долгое время. И вот поэтому, конечно, мы касаемся этой темы, но все-таки акцент должен быть какой? Мы должны прежде всего вспомнить самого святого Василия Нового, человека, который всецело посвящен был Господу. А он Новым почему назван? Потому что до него было уже много святых с именем Василия. Вот особенно нам известен святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. А Василий Новый, он жил на рубеже девятого, десятого веков, и был он простым пустынником, то есть он полностью отрекся от мира. Он не искал не то, что даже какой-то там известности, он не старался быть учителем кого-либо, да, вот ходить там с просвещением, а просто вот вышел в пустынные места, пребывал там в молитве, и вот находился он где-то на окраинах Византийской империи, Малая Азия, и там какие-то приграничные территории. И вот удивительным образом Господь своим промыслом, вот как Господь его привлекает, приводит его в Константинополь, то есть вот промысел Божий, он нам непонятен, чисто по-человечески. Теми местами проезжали какие-то вот должностные лица через вот приграничные территории, госслужащие какие-то, и обратили они внимание, смотрят, ходит какой-то человек там в грязной изорванной одежде, обросший, и, а понимаете, в те времена как? Бывало много лазутчиков, которые ходили, что-то высматривали, потом переходили границу, рассказывали другим народам и посчитали, в общем, вот эти госслужащие, что вот этот пустынник, он является лазутчиком. Ну его схватили, повезли и стали допрашивать. Ну Византия действительно часто она сражалась с другими народами, поэтому постоянно пытались таких вот подозрительных людей их допрашивать. И что? В общем, поручили допрос проводить, такой был Патрике по имени Самона. Ну и он спрашивает, кто ты, откуда ты прибыл, ты же там ходил, где вот граница, а он отвечает, что я странник и пришелец на этой земле. Святой Василий отвечает словами Священного Писания, вспоминая апостола Павла, что мы здесь на земле временные странники, наши подлинные Отечества на небесах. Ну такой ответ не мог удовлетворить Патрике Самону. Он, давая его еще допрашивать, на это святой Василий молчит, а допросы-то проводились в те времена при помощи таких вот, ну скажем прямо пыток, и стали его бить воловьими жилами. Это была такая практика, очень распространенная. Для того, чтобы человек побыстрее сказал правду, применяли физическую силу. И вот бьют воловьими жилами, он не отвечает, а только вот про себя он молился. Потом били его палками, палки попереломали. А был еще такой случай, посадили его, значит, вот избитого, а на следующее утро приходит, а он вне темницы ходит. Темница закрыта, а он уже с этой стороны. То есть, как будто кто-то его выпустил. Причем на нем нет следов ударов. То есть, Господь вот так явил свое чудо, что полное оздоровление от полученных вот этих ран, и кроме того, он как будто сквозь двери затворенные прошел. Ну, такое бывало у некоторых подвижников. То есть, мы видим, что святой Василий Новый, долгое время находясь в пустыне, он действительно обрел духовное преображение. И Господь уже сподобил его особых духовных благодатных даров. Но каков был его подвиг, мы не знаем, к сожалению. А вот знаем только, что он был схвачен. Его допрашивали, пытаясь выяснить, лазучик он или нет. Применяли к нему пытки, и он переносил это терпеливо и стойко. А что потом? Значит, вот его там истязает, и Самона говорит, вот сколько же ты, скверный человек, будешь еще вот мучить нас и не отвечать, откуда ты прибыл, из какой страны. А на это ему святой Василий отвечает, скверными надо назвать тех, кто творит садомские дела втайне от людей. И смотрит так вот на этого Самона, и понял тот, что он его обличает, потому что святой Василий Новый был прозорливым человеком. И придя в ярость вот от этой прозорливости, вообще Самона, это действительно историческая личность, он был евнухом, служил при императорском дворе. И вот судя по этим словам святого Василия Нового, какие-то, ну, видимо, были у него падения. Ну, и обозлившись, он тогда приказал, чтобы там его вначале повесили вниз головой святого Василия Нового. Но вот тоже Господь его укрепил, он выдержал, потом его ко льву отводили. И не надо думать, что, понимаете, что вот это вот бывали такие истязания, они как бы только в древние языческие времена, нет. Страшны вот эти пытки, вообще жестокость к допрашиваемым. Это вот некая реальность, которая проходит сквозь всю историю. И не надо думать, что там, допустим, какой-нибудь 20 век или 21, что люди стали добрее, да. Добрее становятся те, которые душу свою преобразили в Храм Божий. А те, которые живут по страстям, у них жестокость, ну, как что-то вполне естественное. И выводят льва, а лев не трогает его. Лев к святому Василию ластится, так вот трется, как котенок какой-то, да, домашний. Как вот в раю животные признавали водами своего хозяина. Вот так и дикие звери, хищники чувствуют в святых людях своего господина, своих хозяев чувствуют. И после этого тогда его, ну, святого Василия просто вот связали и выбросили в море. И там вот уже, ну, как гласит вот это вот предание древнее, что его подхватили два дельфина, и они на суше его извлекли. И после этого как раз святой Василий Новый появляется, вначале вот он, это одно из предместей Константинополя, а потом он приходит уже к самому городу. Вот таким чудесным образом святой Василий оказывается в столице империи, в городе Константинополе. И известно, вот это даже описывается, что он зашел в город Константинополь через золотые ворота. Это известные такие южные ворота города, которые построили были еще при Константине Великом, мраморные, покрытые по золотой, и считались как такие вот триумфальные ворота. Ну, и люди, конечно, там тоже проходили. И вот когда святой Василий заходит, то он увидел одного человека трясущегося. То есть какая-то вот болезнь, что он трясся, может быть болезнь Паркинсона, может быть какая-то другая нервная болезнь. Сейчас уж трудно сказать, диагнозы там особо не разбирались с диагнозами в то время. Но во всяком случае, когда вот его увидел святой Василий, то он проникся к нему состраданием. И он о нем не просто помолился, он возложил руки, помолился, и этот человек исцеляется. А звали его Иоанн, имя сохранилось. И вот полностью исцеляется, он настолько обрадовался, что пригласил святого Василия Нового к себе домой, чтобы он жил у него. Иоанн был женат, супругу его звали Елена. И вот святой Василий Новый поселяется у них в отдельной комнате. Они рады просто без ума, что от такой неизлечимой болезни их исцеляет. И он молится, святой Василий, то есть он продолжает свою такую монашескую жизнь, живя вроде бы в столице, но все равно сердцем не примешиваясь никакой земной суете. А на самом деле это просто Господь так ведет человека, который хочет служить Богу. И потихоньку про него узнают другие люди. Приходят в дом Иоанна и Елены, чтобы посетить святого Василия, просят его молитв. Начинается исцеление больных. Известно, что он был прозорливым. То есть вот он видит человека, и он говорил ему про его намерения какие-то, про то, что у него было в жизни. И подсказывал людям, как правильно поступать им при принятии тех или иных решений. То есть он выступает вот как старец, как умудренный духовник. Вот это вот понятие старца, оно как раз полностью реализуется в образе святого Василия Нового. И он там вот живет, и проходит какое-то время, когда вот эта благочестивая супружеская пара Иоанн и Елена, они покидают наш земной мир. И получается так, что, ну вот в житии не сказано, были у них дети или нет. Видимо, дом оказался таким вот невостребованным какое-то время для каких-то родственников Иоанна и Елены. И святой Василий продолжал там жить, к нему приходит очень много людей, кто-то приносит пожертвования, но эти все деньги святой Василий отдает. Себе он не берет ничего. Он довольствуется самым скудным каким-то скромным пропитанием. И проходит еще время, вот появляется другой человек по имени Константин, который приглашает святого Василия к себе. Почему так? Потому что святой Василий, он был уже в годах, и в доме оставшемся от Иоанна и Елены он жил, получается, один, да. И вот нужна была какая-то чисто такая вот физическая помощь, которую могли бы оказывать старцу. И Константин приглашает святого Василия к себе, вот в свой дом тоже выделяет ему комнату, как келью, и дает ему в качестве прислужницы или послушницы вот эту вот как раз Феодору, знаменитую Феодору, которая впоследствии рассказывала про свое прохождение мэтарств. А Феодора, она была вдовой, то есть когда-то замужем, потом муж умирает, и посвящает себя всецело церковной христианской жизни, духовному пути, и, в общем, возлюбила она благочестие, и в лице старца Василия она встречает вот своего руководителя и всячески вот служит ему. И в это время известность святого Василия Нового была такова, что даже однажды его приглашает к себе сам император, но, правда, в то время императором был Роман I Локопин, и когда вот Василий явился к нему, то он обличает императора, прямо говорит ему о его грехах, вот бесстрашно, просто Роман Локопин, он хитростью завладел престолом, проявлял где-то там жесткость, и, в общем, будучи престижен старцем, обещал исправить свою жизнь, а потом к нему, вот к старцу приходил также император Константин Багринародный со своей супругой, и он предсказал императору рождение детей, и то, что сын будет сам императором, что впоследствии и исполнилось, правда, сын его не так долго правил, но все равно слово старца исполнилось. И вот прозорливость привлекала к нему людей, и это описывает как раз Григорий. А Григорий один из учеников, о нем, конечно, ученые точно не говорят, и кто-то говорит, что он был там слугой у одного господина во фраке, потом вот переехал в Константинополь, и со временем он сам принял монашество. Ну, спорят ученые, во всяком случае, личность эта вот известная, и Григорий как раз описывает, что когда я только-только вот пришел к старцу Василию, то он еще, он же не знал меня совершенно, но он мне рассказал про все мои дела, которые я до этого совершил, и добрые, и злые мои дела, пересказал, как бы ему жизнь открылась, Григорий. И, конечно, Григорий становится его учеником, просит его благословения на путстве. Потом он еще рассказывал, что однажды отправился в Афракию, да, вот по каким-то делам, и остановился в гостинице, и вдруг увидел там лежит пояс. Оказалось потом, что этот пояс, пояс был дорогой, стоил две золотых монеты, и пояс обронила дочь содержателя этой гостиницы. И Григорий подумал, что вот лучше я возьму себе этот пояс, продам, а деньги раздам нищим, потому что содержатель гостиницы, он человек небедный, и им и так хватает средств. Ну и действительно, он присвоил себе, хотя пояс уже искали, и не могли найти, а он не стал говорить, что нашел этот пояс. И, в общем, отправился дальше, и по пути получилось так, что он теряет не только этот пояс, но и свой пояс. Кроме того, теряет деньги четыре золотых монеты. Получается так, как бы вдвойне идет у него утрата, и огорчился из-за этого, и потом он засыпает, а во сне видит, как является ему сам старец святой Василий Новый, и говорит ему, вот видишь, и держит в руках разбитый сосуд, и говорит, даже если кто-то украдет такой разбитый сосуд, все равно за это будет отвечать перед Богом. То есть, когда мы думаем, что людям какая-то вещь не нужна, вот составили мы себе представление, что эта вещь им не нужна, вот я кому-то на пользу ее употреблю, то мы тоже впадаем в грех. И это грех воровства, мы присваиваем чужой, мы думаем, что мы лучше знаем, чем другие люди, и правильно распорядимся, так сказать, их имуществом. Да, это все ошибочное представление. Вообще, если что-то мы находим, да, вот еще в детстве старшие люди нам говорили, что не твое не бери, если мы что-то нашли, из-за этого вот эта вещь, она не значит, что она наша становится. Нашел ты мобильный телефон, если ты его присваиваешь себе, то за это тоже можешь отвечать, и причем не только перед Богом, да, но и перед законом. И Григорий, он выносит вот это на практике, на опыте своей жизни, вот такие уроки, и вот когда он возвращается к святому Василию, то оказывается, что Феодора, ученица старца, умерла, представилась. А Григорий очень расстроился и вот не знает, а какая у нее участь, ведь она же старалась жить благочестиво и служила старцу, и вот думает, как вот узнать бы, какая у нее загробная участь. Ну и святой Василий ему говорит, что ты вот хочешь узнать, и это тебе будет открыто. То есть по молитвам старца, его ученику Григорию, дано будет такое видение. И Григорию было дано именно вот во сне такое вот видение, но как наяву он воспринимал, когда действительно мы не будем все пересказывать, потому что это повествование, оно наполнено какими-то художественными образами, какими-то описаниями, чтобы было понятнее для находящегося на земле человека, но все эти описания — это как вот образы небесных реалий, только как некие аллегории такие. И вот сама святая Феодора, она прославлена, кстати, в лике святых, как Феодора Цареградская, она является Григорию и рассказывает про свою кончину, и говорит, что когда вот душа расстается с телом, то это очень тяжело. Вот почему мы молимся на богослужение, чтобы Господь мирную нам кончину живота нашего не спасал, потому что безболезненную, потому что это очень тяжело, и она говорит, вот представьте, что если тебя живым как бы сжигают, и тело твое разрушается в огне, вот то же самое, когда душа расстается с телом, и только по молитвам духовника моего, вот старца, мне было дано облегчение. Причем уже в этот самый момент, когда вот душа еще только-только выходит из тела, ей уже являются бесы, уже как бы они претендуют на нее, потому что она, как и всякий человек, согрешала, допускала какие-то оплошности, прегрешения, и поэтому они претендуют на нее, как на свою жертву, что вот и тут она оступилась, и тут, и только вот после этого являются ей два ангела светоносных, которые ее защищают от демонических сил, и уже как бы противопоставляют бесам те добрые дела, которые совершала блаженная Феодора. И вот когда она выходит из тела, то ангелы с двух сторон, взяв ее, пытаются возвести ее к небесам, и там-то она как раз встречает мытарство. Да, вот там еще сказано, что она, обернувшись, посмотрела на свое тело, так как бы вот смотрит на сброшенную одежду, то есть тело наше, оно как такое одеяние, одеяние души, и когда мы слагаем тело, то как сложенную одежду оставляем, потому что тело уже бездушно, да, просто вот как оболочка, которая уже, ну, лежит как бы отдельно, а душа, она пытается взойти к небесам. Ангелы помогают такой душе, а бесы чинят препятствия, и там вот есть ряд таких заслонов. Ну, конечно, кто-то спрашивает, а как это согласуется со Священным Писанием? Так ведь у апостола Павла говорится, что дьявол есть князь воздушный, и бесы, они господствуют в сферах вот этих воздушных, поднебесных, и там они пытаются чинить какие-то препятствия душе человеческой. Поэтому, чтобы преодолеть вот эти вот заслоны князей воздушных, сил дьявольских, которые в поднебесном мире чинят препятствия, вот ангелы помогают, а человек проходит мытарство, как бы некие заставы, где останавливают душу и пытаются как бы истязать ее. Почему такое наименование мытарства? Вот знаете из Евангелия понятие мытаря, сборщика налогов, и у этих мытарей были такие места, как мытницы или именно мытарство, где они собирали пошлины у торговцев, проходившись каким-то товаром, и нужно было давать какую-то вот пошлину, как бы расплачиваться, а бесы, вот у них свои мытарства, где они истязуют, и нужно как бы, ну это образно, это вот аллегория, как бы расплатиться, а чем расплатиться? Тем, что были какие-то добрые дела, которые перекрывали грехопадение, злые дела, совершенные человеком, или, может быть, молитвы даже церковные, потому что вот видение Феодоры, ну там образно дается, как вот сам святой Василий Новый вручает вот некий ковчежец ангелам, откуда они, когда не может ничем, ничего Феодора противопоставить бесовским притязаниям, то они оттуда нечто вот вынимают и как бы расплачиваются, то есть вот эти вот молитвы, ходатайства церковные, ходатайства близких людей, молитвенные, они перекрывают притязания бесовские, бесы рассчитывают, что если человек вот согрешил, то значит он в их лапах, он в их уделе, но оказывается молитвой церковной, ходатайством за человека молитвенным, можно спасти душу нашего почившего родственника. И первое мытарство, которое проходит Феодора, это мытарство празднословия и сквернословия. Самое первое, то есть если ты материшься, если ты произносишь какие-то праздные слова, над кем-то надсмехаешься, то все, на первом же мытарстве тебя задержат, дальше пути нет, и поэтому постоянно нужно следить за своей речью, так как наша речь, это выражение нашего внутреннего содержания у человека на устах то, что и на сердце у него, поэтому очищай свою речь, чтобы очистить и сердце свое. Причем, как вот говорит святая Феодора, бесы на этих мытарствах, они просто смотрят на тебя зверски, да, готовы поглотить, тебя просто растерзать, уничтожить. И вот второе мытарство, мытарство лжи, где припоминается, когда ты кого-то обманул, да, сказал неправду, в общем, все, что связано с ложью, причем, что интересно, что при этом сами бесы на этих мытарствах, они тоже лгут, они тоже пытаются не просто вот вспомнить, так сказать, все грехи человека, но еще и приписать ему что-то. А ангелы все это отсекают, пытаясь вот сохранить душу в неприкосновенности для них. И вот Феодора переходит дальше, там и чревоугодие, объедение, вот мы не будем все перечислять, но просто скажем, что это вот именно 20 таких вот ступенек, по которым пытается человек пройти этот воздушный путь, и на каких-то мытарствах там достаточно тяжело, потому что человек был нестойк. И в одном случае даже святая Феодора, она говорит, вот можно ли вообще как-то избежать этих мытарств. И оказывается, да, оказывается, да, потому что спаситель же говорил, что верующий в меня на суд не приходит, но переходит от смерти к жизни. Но верующий это в каком смысле? В смысле верный. Тот, кто не совершал вот этих грехов. И святые, они сразу восхищались царствия Божия без каких-либо мытарств, а те, кто не достиг святости, проходят, но при этом ангелы говорят Феодоре, что на мытарствах истезуются те люди, которые не исповедовались в своих грехах вот достаточно чисто, которые за время земной жизни не принесли решительного покаяния в тех или иных грехах, потому что исповедь изглаждает любой грех. Вот там приводится ряд таких диалогов с ангелами, и ангелы говорят, что вот когда крещение совершается над человеком, то ему дается ангел-хранитель, его оберегает ангел, но также и бесы пытаются вот ну как бы записывать наблюдая за человеком все его злые дела, поэтому все это сохраняется, но когда человек кается на исповедь и совершается таинство церковное, то эти записи как бы изглаждаются в хартиях бесовских, их уже не могут увидеть, потому что грехи эти смываются благодатью Божией. Вот в чем сокровище драгоценности таинства исповеди, вот если бы люди знали насколько исповедь ценна, насколько это дорогое сокровище, то представьте сколько там 7 миллиардов человек, то если бы люди узнали что их ожидает ради бессмертной жизни вот этой исповедь, как спасают, то просто бы очереди выстроились бы в храмы на исповедь, мы хотим распрощаться с нашими грехами, хотим смыть вот эту грязь, но люди к сожалению не очень понимают, поэтому далеко не все спешат на таинство исповеди, и у Феодоры тоже оказалось, что далеко не все она исповедовала, что-то мы забываем, не упоминаем, да, причем там так говорят ангелы, что некоторые люди, они вот что-то исповедуют, что-то нет, что-то как бы они утаивают специально, а иногда они вот бегают от одного священника к другому, одному одно исповедуют, другому другое, да, и получается так, что вот если есть духовник, да, то утаивают от духовника какие-то свои грехи, и вот такое лукавство двуличие, оно тоже не полезно, и все это отягощает потом душу, но вот именно на мытарствах вот бес эстезует за такие вот грехи, которые не смыты на исповеди, но и их можно покрыть, перекрыть за счет вот молитв, либо молитв близких людей, либо молитв духовников, там священников, вообще церковных молитв, а также перекрыть за счет добрых дел, которые человек совершал в земной жизни, как бы они противопоставляются, и действительно как бы взвешивается на весах, что человек совершил, что перекрывает, там зло или добро. Отдельное мытарство гнева, когда мы на кого-то раздражаемся, вот ярость у нас, и часто на ближних наших, там вот как раз вспоминается, вот как Феодора описывает, что когда ты гневаешься и на детей, в том числе своих, да, и в тебе все кипит, то есть душу свою губим, а отдельное мытарство злопамятство, вот почему отдельное, потому что злопамятный человек, он в себе как бы вот вынашивает яд злобы, а кто родоначальник злобы, дьявол, отец всякой злобы, поэтому мы уподобляемся, к сожалению, падшему ангелу, когда носим в самих себе зло, копим себе злобу, да, и тем самым тоже заранее как бы уготавляем себе место в гиене огненной, и вот все это проходить потом очень и очень трудно, поэтому лучше сейчас заранее исповедоваться, каяться, говорить, Боже, очисти меня грешного, Господи, прости меня грешного, через покаяние все это стараться очищать, и потом, значит, вот они подходят, шестнадцатое мытарство, это мытарство блуда, а семнадцатое прелюбодеяние, а прелюбодеяние, то есть нарушение именно супружеской верности, причем Феодора, она признается, что вот еще до встречи со старцем Василием, а когда она была в браке, то вот у нее были прегрешения в этой связи, поэтому ее истязали, то есть на некоторых мытарствах она надолго не останавливалась, удавалось миновать, а вот некоторые, да, там ее задерживали, истязали, и только вот по молитвам святого Василия удалось тоже преодолеть. Восемнадцатое мытарство, оно посвящено всяким там содомским, таким вот грехам неестественным, и там даже так сказано, что когда вот вот эти шестнадцатое, семнадцатое, восемнадцатое мытарство, то все блудные, распутные грехи, когда вот они поднялись к ним, да, то бесы вначале как бы обрадовались, почему? Потому что больше всего оказывается, больше всего бесы не спровергают людей в ад именно на этих мытарствах, на мытарствах блудных грехов. и вот они не вначале поставлен, да, как бы вот ближе к концу, что человек еще у него есть надежда такая, вот он подходит туда, после этого же там остается только девятнадцатое, двадцатое, последнее, и тут все вдруг раз, а почему? Потому что жил распутно, растрачивал чистоту и не каялся в этом, не исправлял себя, не очищал свою душу. А вот когда Феодора миновала, да, подходит к девятнадцатому мытарству, то там бесы аж удивились, что она смогла преодолеть эти блудные мытарства. Девятнадцатое мытарство связано со всякой там ересью, еретическими какими-то ложными мыслями, когда человек неправославно думает, когда вносит какие-то свои измышления в вопросы веры. А двадцатое мытарство это мытарство немилосердия. Суд без милости несотворшему милости, то есть вот последнее мытарство связано с немилосердием, с такой жестокостью, и после этого, когда Феодоре удалось пройти все это, то Григорию ему дается видение уже райских обителей. Не будем все подробно описывать, конечно, красота неописуемая, и там в частности, например, он видит, что вместе с правоцем Авраамом христианские младенцы. Есть младенцы, которые не достигли взрослого такого возраста, были в детстве похищены смертью, и они вот тоже вместе с правоцем Авраамом наслаждаются райскими благами. Там отдельно обители для апостолов, для пророков, для разных чинов святых, и да, еще было показано ему также и адские обители, то есть вот как бы человек, когда расстается с телом, то ему и то, и то показывают как бы некое видение всей картины, а потом душа, она уже сама вот куда-то определяется Богом. И Феодора, Феодора, ее душа, она принимается в рай, и Григорию говорится, что сегодня как раз сороковой день, в который на земле совершается в церквах моление, и ее учитель, духовник, святой Василий Новый как раз вот молится о душе Феодоры. То есть получается так, что как бы вот это вот все прохождение мытарств, и потом вот сороковой день как некий такой итог. Да, конечно, во многом все это для нас тайна, и полностью вот мы так не можем раскрыть реалии того мира, но что-то все-таки открывается, святым людям, через святых людей открывается еще кому-то, и дается нам для того, чтобы мы вели очень внимательно, осторожно и трезвенно проводили нашу земную жизнь. И Григорий после этого видения пробуждается, потом он все это обсуждается своим духовным отцом. Вот, кстати, Григорию было дано еще одно видение, видение страшного суда. А как это получилось? Однажды он стал размышлять о том, что, ну вот, евреи, иудейский народ, и они приняли такие обетования Божии, Господь провел их по суху через Красное море, да, дан был закон, вот, Моисей и прочее, и прочее, и он подумал, что, видимо, иудейский народ, хотя даже вот он и, ну, как бы вот в стороне от христианства, но ради своих обетований он тоже спасается, тоже обретает свое место в Царстве Божием, с такими мыслями он приходит к святому Василию Новому, и у них даже получился своего рода спор, где святой Василий так по-доброму гневается на Григория, говорит, что, ведь в Евангелии же сказано, что, кто не чтит сына, тот не чтит и отца, и сам Спаситель говорит, что вы не знаете ни меня, ни отца моего, то есть, если кто-то отвергает сына Божия, то тем самым он отвергает всю Святую Троицу, он не может быть почитателем Бога Отца, он далек от Святого Духа, а те, кто чужды Святой Троице, они чужды и Царство Святой Троице, Царство Божие. И, в общем, дано было такое вот видение, тоже еще одно, Григорию, и смысл его в чем? В том, что вот открылось, что иудеи, которые не приняли Христа, как они в проявлении вот Божьей славы, проявлении самого Господа Иисуса Христа, они как бы произносят о горе нам, мы не ждали его, и вот он пришел, то есть, мы его не ждали, но он все-таки явился, явился второй раз для суда. Ну, там такие тоже некоторые интересные были описания, допустим, относительно некрещенных младенцев, которые не были запечатлены таинством крещения, и Господь им тоже являет некую милость, утешение, покой, потому что они не были виноваты в том, что родители их не крестили, хотя они вот не сподобляются вот той славы, которой сподобляются крещенные, но Господь и им все равно подает спасение, то есть, у Бога все учтено, и Господь вот старается прежде всего проявить какую-то милость над людьми, и Григорий, а да, там еще сказано, что именно Божья Матерь, она выступает как ходатайца на страшном суде, а многих она как заступница просит, и судья решает как бы благосклонно, именно опираясь вот на это вот молитвенное ходатайство, заступничество Божьей Матери, а святой Василий Новый, он проводил свой вот земной путь вот в духовных трудах, и известно, что когда вот он в Константинополь пришел, то в этом городе он прожил примерно вот около 50 лет, считается так, что, конечно, условная дата, что вот он покинул земной мир в 946 году, и был он уже почти 100-летним старцем, и после его кончины, там, ученики, они спорили и рассуждали, вот где и как его похоронить, и, в общем, в конце концов решили его похоронить в самом Константинополе, чтобы мощи его были рядом с православными людьми, чтобы тоже могли к нему обращаться, и память его, она таким образом осталась. Вот святой Василий Новый это такой вот угодник Божий, который изначально он пустынник, вот повторим, да, по своей душе не был привязан ни к чему земному, но удивительным промыслом Божиим он приведен был в столицу, где многих просветил и своим словом, и наглядно являл Божию благодать на опыте. Вот когда мы молимся, то еще неизвестно, там, кто-то исцелится или не исцелится, почему? Потому что мы сами далеки от Бога, и не исполняя волю Божию, мы думаем, что вот Господь будет нашу волю всегда исполнять, а люди святые, такие как святой Василий Новый, они жили в согласии с волей Божией, поэтому и их молитвенные просьбы Господь всегда исполнял. Конечно, насчет мытарства иногда идут такие вот споры, дискуссии, и, конечно, специально вот учение о мытарствах, оно не догматизировалось на каком-то Вселенском соборе, чтобы вносилось в исповедание веры, но, тем не менее, это учение, оно является распространенным у святых отцов, и в древности у святого Кирилла Александрийского, у ряда других, и вот святитель Игнатий Бринчанинов, он достаточно подробно об этом описывает, это описывает, и мытарство это как бы принадлежность частного суда, потому что есть вот суд частный, который совершается над душой, как только она выходит из своего тела, а есть затем вот и суд общий или страшный, который впоследствии будет, кстати, вот этому Григорию, ученику святого Василия Нового, ему получается так, что как бы оба суда были открыты, и много там, конечно, такого вот образного, аллегорического, такие вот художественные описания, но как бы там ни было, суда нам не избежать, хотим мы того или нет, не избежать нам ответа за наши дела, вот неважно, вот в таком виде будут проходить мытарства или в другом, все-таки будем мы истезуемы за нашу жизнь, за то, что мы делаем, поэтому терять земную жизнь вот просто так впустую нам никак нельзя, и святые люди, вот такие, как Василий Новый, они для нас вот тоже как путеводители, которые показывают, чему посвящать себя, то есть посвящать себя служению все-таки Богу, а не служению своим страстям, и постараемся поэтому молиться в том числе святому Василию Новому и другим угольникам Божиим, чтобы они помогли нам вот очистить наши души и избежать вот этих вот страшных мытарств, с которыми мы можем встретиться после нашей смерти. Святой Василий Новый, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры, дай Господь всем спасения и приобщаться Божьей славе, вечном, бессмертном царстве Господа нашего Иисуса Христа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...